День Донбасс Добрые панове, везка Задвея, Барановичский район, Брестская область, Республика Беларусь. Колисти, ну, давным-давно, коли вот эти местины не имели никаких назов еще, вот сюда пришло Балтское племя. Тут вот речка значится, и они подошли до этой речки без назов и глядят, а за речкой лук заливный, а там конюшина. И конюшины столькие, и они начали кричать, Двея, Двея, а Двея по Балтку это значит конюшина. И пустили на эту конюшину пастись коней. И застались тут на этом месте, место хорошее, чему не застаться. Ну вот, значит, царечку эту безымянную, где росла конюшина, назвали Двея, а по селищу за речкой назвали Задвея. Ну, ну что, заглянем в эту вёсочку. Двея, 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 Двея. Двея, 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 Двея. Двея, 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 Двея. Двея, 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 Двея. Двея, 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 Двея. Ну, тут правда вёсцы эту речку называют, а кто? Кто называет Двея, а кто называет Змейка. Че то зовут и за согуча так. Че то за того, что она вельми так виляя, ну, как змея такая уедется. А еще мусить тому, что вот тут в окол карчы и кажутся летку тут вельми шмат вжоу и змей. Вот так. Но в зиму тут змей можно не бояться. Бо они еще у выраи. Самые первые известки вот про эту вёсочку за Двея по новой вельми-вельми скупые. Ядно вот сказал, скупенькие, с усим скупенькие, ничога не вядомо. Вядомо только тое, что в 15-м ста годзе тут у Ладарю некий шляхтич Чамрович. Что таки за дядька был, Бог его ведая. И вот этот Чамрович в 1469 годзе выращают за Двею продать такому знакомитому на той час дядьку Мартину Гаштольду. Коли Мартин Гаштольд помер поважанные, то вось за Двея, ну и разом с иншими всеми эгонными майонками, перешли до сына Мартина, до Альбрехта Гаштольда. А Альбрехт Гаштольд вот и был такой хлопец за уседу центру всех политических падей. До речи, восьминавито под наглядом Альбрехта Гаштольда был складенный и статут Великого князства Литовска 1569 года. Ну и вояк Альбрехт добрый был, таки хороший хлопец он воевал и супрац татаров, и супрац московской державы. А так само взмагался и супрац поляков, супрац уний с польским королевством. Ну, короче, можно сказать, что это был тагачастый, таки ось щирый белорус, який взмагался вось за незалежность своей батьковщины. Ну, из-за вот этих пануя погляда у его таких политических, у его противников шмак было. Бона на его глядела так скоса, конечно, вот за то, что он так поляков ставился. Ну, и Радзивиллы трохи так были недовольны. Бывало, что до боя доходило у них за Альбрехтом. Там такие хлопцы были. Вось сестра Альбрехта, Лиза, ну, Лизавета, казали на ее. Так вот эта Лизавета взяла те то на злобрату, те каханья, каханья ж эта штука такая, тут никуда не денешься. Короче, она взяла и вышла замуж за Яна Радзивилла, за политического противника брата Альбрехта. А это Ян Радзивилл носил вось такую бороду, веризную и веризную. Так его дрожнили так. Ян бородатый. Винушку такую ему дали. И вот эта Ян бородатый панова пережил Лизу, пережил, она померла, и все майонтки, которые были за ее у посага дадены, отшли до Радзивилла. И когда Альбрехт, Гаштоль, доведовався об том, что все батьковские майонтки отшли этим интригантом Радзивиллом, он просто был такой взрушенный. Говорит, мол, просто у хлопца заняло. Ну, а после он в суды, значит, судиться, батьковые майонтки, значит, вернуть. Ну, а суды нам допомагали, и он тогда до великого князя. А от великого князя добрался до самого папы Римского. Али папа Римский принял бок Радзивилла. Вот так. И не ведая, чем это все б закончилось, конечно, когда бы вот этот Ян Бородатый не помер. А Ян Бородатый помер, и все эти майонтки пришли до его на сына. Так само Яна. Ну, а Ян хотя имел прозвищу Радзивилл, али там текла и кров Гаштольдов. Это родный племенник Альбрехта. Родная кровь. Али вось над родом Гаштольдов панове, быт сам некий проклен висел. Род вось пагэты паступова сгасав. И сгасали и боковые его халены вось пажаночай линии. Ян Янович Радзивилл, и он помер, не покинувши пасля себе нащадков. И за две пасля его смерти перейшла уже до его взводного брата, до Миколая Радзивилла, помянувши «Чорный». И вот как раз на той час, поважанная, значит, Миколай вось «Чорный» над-то восьмю потребу в финансах, значит, с грошей малой его тогда было. Говорит мне, что бы он наводушь в празе с хлопцами там по справах, да у хлопцов гроши позвучал на кухоль пива. Ну, бывают так в жизни такие моменты, но ничего страшного. Ну, и вось Миколай Радзивилл, будучи в такой вось ситуации, решил в этом майонке за две взять и отдать в аренду. И в аренду сдал он за две такому шляхтичу Ивану Есману. Значит, ну а позднее этот Иван Есман, як умудрился на угол взять и выкупить за две у себя. И тут стали жить уже позднее дети Ивана Есмана. Ну, как тут они жили, что они тут работали, об этом ничего не вядомо. Вядомо только тое, что на початку семнадцатого года тут уже появились новые шляхтичи. За две я належала тогда шляхтичам Галавням. И вось Новоградске Харунже, панове, Юры Галавням, в 1610 году, разом со своею женкою Региной Ковячинской, тут вось у задвей будують костел. И дают костелу вельми шмат розных земельных тут уладанням. А про семь годов отчиняется еще и шпиталь. И на утримание шпиталя дают аж двадцать бочек пшаницы и десять злотых на оденье. Но тот костел, паважанная, не захавался. И он был знищен, спален под час войны с Московской державой в 1654 году. Той костел, паважанная, стоял как раз вот тут, на этом самом месте. И позднее на этом месте побудовали капличку. А в 1870 году эту капличку перебудовали под свято-казанскую православную церкву. А недалеко, где шестаяла звонится, и церква эта неоднократно становилась то костелом, то церквою. Но все равно, панове, Бог один. А вот под час Другое Существенной войны сюда из леса пришли люди, взяли и спалили эту церкву. И она сгорела. И от ей ничего еще не заховалось. И вот только могилка, которая была побольше церквою. Ну а в 1870 году тут явились такие господары, как шляхтички Межаевские. Ну и самым знакомитым таким вот с этого рода был такой Матвей Межаевский. И он удельничал, когда сошел наполеоновской кампании. И был кавалер ордена вертуте-милитары. Ну а когда он пошел в отставку, в отставку он пошел у званника капитана. А то и он приехал за двою сюда и занялся господаркою. Шляхтичий Межаевский, поважанное панство, они вот тут на березе речки Дзвейка еще в середине 18-го года побудовали себе палац. Ну а за 100 годов тот палац крышку так, ну, застарился. И таму Матвей Межаевский запросил сюда архитектора. И вот этот палац перебудовывает на свой ожолад. Значит, это делает его больше модным. Ну, с одного боку палацу пригоживал четырехколонный портик. А с другого боку, вот с боку парка, мураваны резолит с атиком. Ну а в середине палац был, значит, обставленный шоковной меблей у стиля ампир. А на самом бачном месте у велизны, по кою или камина, висел портрет Матвей Межаевский на коне. Партрет был намалеванный, а вель металлеровитым мостаком, але, на жаль, невядомым. И вот этот палац Межаевский, який стоял вот тут на этом месте, он достоялся до самой другой соцветной войны. И вот недалеко от Сюль, увольным, стояли немцы. И некто сказал, что немцы, вот, хочуть разместиться в этом палаце. И таму ночью, когда пришли партизаны, и этот палац подпалили. И он сгорел. И вот от этого палаца сегодня тут, а ничего не заховалось, даже с дымком. Тут, колеси панове, была вельми великая господарка. Тут было у них шмат коров. И вот и по сегодняши заховалась старая сыроварня вуль, где вырабляли сыры, ну, для себе крышечку и, конечно же, на продаж. А еще тут было у них вельми шмат коней. У них было вельми шмат панове добрых, хороших, породистых коней. И вот это заховалась панове еще старая колешняя стайня. И я вам хочу сказать, что в этой старой стайне и по сегодняшний день стоят еще колгасные скакуны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А я щепаную вось тут у Задивея со спальченными Жаевских. Заховалась эта старая ледовня, и я вам скажу, что вось кольки я где не ходил, и кольки я ледовню не бачил, а ли вось такой прыгожей, зробленной с густом, я бачил першиню. И вось мне сдаётся, коли бы эту ледовню взять адрес тауровать ее, то она могла бы стать визитной карткой этой вёски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хараме. А тим розповедают разные сказки, легенды, паданни, приказки, примовки. И эти сюжеты брали для написания своих творов. А местовый ксен, вот задвески, Павел Гринашкевич настолько уразил Адама Мицкевича, что его описал в своей поэме «Дяды». За легендами и паданиями местовыми сюда приходили не только Ян Чачот и Адам Мицкевич. Позднее сюда завитал еще и Михаил Федоровский. Ну вот и Федоровский приехал перед самым купальнем, скажут. И ходил по этих бабульках и просил, чтобы поспевали ему народные песни. И записал тут весьма таких песен. А позднее уже у Палацы, у Межаевских сидел за вечерой и сказал, что это не задвески, это некий скарб. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот это старожитные Такие такие аутентичные Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok